Привет! Сегодня пятница и мой видео сегодня о том, какие издержки вас ожидают, если вы хотите сдать в аренду вашу недвижимость в Америке, в частности в Северной Вирджинии. В первую очередь вам нужно подготовить дом, конечно, потому что если вы хотите хороших теннентов, хороших съемщиков, вам необходимо сделать так, чтобы дом был, все было чисто в нем, чтобы стены были свежевыкрашены, чтобы все работало, все лампочки, чтобы были в рабочем состоянии, в общем все функции дома были в хорошем состоянии. Обязательно, чтобы он был чистый, тогда вы найдете хороших съемщиков с хорошей кредитной историей, что самое главное. Вторая издержка это нанимать ли вам агента или нет, то есть если вы нанимаете агента, чтобы вам нашли хорошего теннента, это будет примерно стоить, ну не примерно, а один месяц вашей аренды, которую вы снимаете. То есть если вы снимаете, допустим, если вы сдаете дом за 2000 долларов в месяц, значит 2000 долларов вы должны будете заплатить брокеру, который в свою очередь будет платить зарплату агенту. Но при этом агент будет делать всю рекламу, будет показывать дома, ваш дом будет проверять людей, которые будут подавать заявку на ваш дом, чтобы его снимать, на предмет платежеспособности, кредитной истории и так далее. Потом он будет выдавать вам факты, которые он находит, и вы будете принимать решение, принимать вам такого теннента или нет. Тенант это съемщик. Решение все равно принимаете вы, не агент. Вы агенту платите только для того, чтобы он находил вам людей, а там уже выбор за вами. Значит эту издержку вы можете избежать, вы можете все сделать сами. Рекламу вы можете поставить сами. Есть бесплатные сайты, есть сайты с номинальной платой за такую рекламу. Вы можете сами делать проверку кредитной истории и платежеспособности. Есть определенный сервис, который помогает это делать. Я с удовольствием поделюсь с тем сервисом, которым пользуюсь я сама. И тут просто вопрос в том, насколько есть ли у вас время этим заниматься, чтобы показывать дом всем желающим. И есть ли у вас желание разговаривать с этими людьми, как бы проверять все эти документации, делать такие как бы вещи, которые в общем-то делает агент. Но при этом вы сэкономите деньги. Я знаю очень многих людей, которые с удовольствием и очень даже неплохо занимаются этим сами и тем самым сохраняют себе деньги. Дальше следующая издержка у вас будет, вам нужно будет принять решение, нанимать ли вам менеджера по недвижимости property management компанию или вы будете заниматься логистикой сами. Что делает property management компания? За свои восемь-десять процентов от ежемесячной аренды. Они занимаются тем, что они следят за состоянием вашей недвижимости, они следят за тем, чтобы ваша аренда была оплачена вовремя и также они следят за тем, чтобы если допустим ваш съемщик говорит, что что-то сломалось, они обязательно проверяют не вина ли это самого съемщика. Если это его вина, то вы не должны ничего платить за ремонт. Ремонт должен производиться за его счет. Если же все-таки сломалось, потому что сломалось, то вы должны будете заплатить за ремонт. И они как раз вот property management компании занимаются логистикой, координированием между ремонтными компаниями и вашими съемщиками. Вы не заморачивайтесь, вы просто выписываете чек и оплачиваете ремонтные работы. И как я сказала, стоимость таких услуг от 8 до 10 процентов ежемесячной арендной платы. То есть они забирают деньги у съемщика, забирают свои fees, свою как бы оплату за услуги и остальное вам переводят на счет. Опять-таки знаю очень многих людей, которые могут этим заниматься сами. Просто они сами все должны координировать и как бы заниматься напрямую со своими съемщиками. Тут еще есть эмоциональный фактор. Если вам нормально как бы связываться с людьми, разговаривать и так далее, то вы можете это делать сами. Есть люди, которые не хотят заморачиваться, они просто платят и даже не знают, кто у них снимает недвижимость. Теперь по ремонтным работам. Это следующая статья издержек. Потому что все-таки это дом, вещи ломаются и вам нужно бюджетировать определенные суммы для того, чтобы если что-то сломалось, вы как хозяин дома должны быстро отремонтировать. Потому что вы не должны, по-хорошему вы должны сразу быстро реагировать на любые поломки, потому что люди там живут. И скажем, если стиральная машина сломалась или холодильник сломался, то если долго идет ремонт, то это на самом деле не есть хорошо. Поэтому вы должны бюджетировать эти деньги, чтобы не оказалось так, что вам звонят и говорят, сломался холодильник, а у вас нет денег на его ремонт. А есть вещи, которые можно сделать, чтобы немножко себя оградить от таких неожиданностей. Я, например, пользуюсь Home Warranty. Home Warranty это не insurance, это warranty, которая покрывает сантехнику, электричество, все appliances в доме. То есть это холодильник, это стиральные, это кондиционер, это отопление, это посудомоечная машина. И если что-то ломается, я просто звоню в мою warranty компанию, плачу мои 75 долларов deductible, и они координируют со съемщиком напрямую, присылают контрактников, и те ремонтируют, либо меняют вещь, которую, если невозможно, ее отремонтировать. Для меня это, честно говоря, просто такой покой дает мне спокойствие, потому что я знаю, что если что-то сломалось, мне только нужно заплатить 75 долларов, а там они уже сами все сделают. Я лично пользуюсь American Home Shield, но это ни в коем случае не плагин, мне абсолютно все равно, какую компанию вы возьмете. Есть очень много хороших, есть Old Republic, есть 2.10, есть очень много хороших warranty компаний, просто American Home Shield работает для меня очень неплохо, и я как бы с ними дальше работаю. Следующая у вас издержка, которая будет дополнительная, это ваша дополнительная страховка, как хозяина дома, который сдается в аренду. Вам обязательно нужно связаться с вашей страховой компанией и сообщить им, что вы сдаете дом в аренду, и что вам нужна дополнительная страховка, так как вы там больше не живете, живет другой человек. А когда такое в Америке происходит, то есть определенный риск, что кто-то другой может подать на вас в суд, если что-то вдруг в доме происходит, и что-то случается нехорошее, и вот эта дополнительная страховка, она вас защищает при этом. И обязательно требовать, конечно, страховку Renters Insurance, страховку от съемщиков. Когда начинается аренда, они обязательно должны предоставить вам доказательства, что у них эта страховка есть. Ну что, ну конечно же, налоги вы платите и так и так, по-любому те же самые. Если вы оплачиваете кредит, то ваша mortgage компания забирает с вас деньги, как всегда, ничего там не меняется. А конда, если это конда и HOA fees, тоже не меняются, их оплачиваете вы. Ваш съемщик оплачивает вашу аренду и имеет право пользоваться. Вы передаете ему все права пользования недвижимостью, в том числе всеми теми вещами, где недвижимость, например, если есть бассейн, значит, ваш съемщик получает право пользования этим бассейном. Если парковка там какая-то assigned, распределенная, то он тоже имеет право пользоваться этой парковкой, вы уже передаете это право, вы не имеете права как бы там пользоваться этой парковкой и так далее, и так далее. Но HOA fees оплачиваете вы. По крайней мере, так здесь в Северной Вирджинии делается. Ну, в общем, вот эти все издержки, на самом деле, это все. Это не так страшно все у нас. Можно это все делать довольно-таки неплохо. Единственное, что я бы хотела вас предупредить, что если вы решаете сдавать недвижимость в США, в аренду, как и в общем-то везде, неважно где, вам просто нужно смотреть на это как на инвестицию. Не нужно смотреть на этот дом, на эту недвижимость как ваше что-то родное, потому что чужой человек туда придет, и, конечно, он не будет следить за этим домом так, как следили бы вы. И не надо расстраиваться каждый раз, когда что-то там обнаруживается, что что-то где-то грязное, или что-то где-то сломано, или что-то там не так. Потому что никогда люди, которые не владеют домом, не будут за ним так следить, как настоящие хозяева. Вот. Поэтому как бы относитесь к этому соответственно, чтобы лишний раз себе не дергать нервы. Ну что, все. На этом все. И, пожалуйста, если вам понравилось, ставьте лайк. И до следующей пятницы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok